Флагманский кроссовер Geely Sinyue L продаётся в Китае с прошлого года. Это самый крупный автомобиль, построенный на компактной вольвовской платформе CMA. Чтобы отправиться на экспорт, Sinyue нужно было выполнить два условия. Примерить какое-нибудь произносимое для иностранцев имя и получить сертификаты. Оба выполнены. Отныне кроссовер с внутризаводским обозначением KX11 будет называться Monjaro. По официальной версии это должно напоминать о самой высокой горе Африки — Килиманджаро. Новое экспортное название вписано в уже полученное российское одобрение типа транспортного средства. Для нас сертифицирована только одна модификация — двухлитровый бензиновый турбомотор с распределённым впрыском плюс восьмиступенчатый автомат iSyn. Полный привод реализован через моногодисковую муфту, подключающую заднюю ось. Салон будет строго пятиместным, а диаметр колёс — 19 или 20 дюймов. Кроме того, мы знаем, что локализовывать кроссоверы на белорусском заводе Белл-Джи не планируется. Возить автомобили решено напрямую из Китая. Старт продаж запланирован на вторую половину года. Тему горных вершин продолжим с новым поколением внедорожника Форд Эверест. В России он почти неизвестен, хотя исходный пикап Форд Рейнджер у нас продавался до 2015 года. Тот самый Рейнджер сменил поколение прошлой осенью, поэтому логично, что премьера нового, пятого поколения Эвереста, тоже не задержалась. Модернизированная платформа T6 принесла пружинную заднюю подвеску вместо рессорной, а в остальном всё по классике — лестничная рама, двухрычажная передняя подвеска и неразрезной мост сзади. Слегка выросли габариты, усилен кузов. Семиместный салон выглядит консервативно, но вес широкоформатного дисплея теперь никуда. Он может быть 10- или 12-дюймовым. Плюс виртуальные приборы на 8 или 12 дюймов. А ещё есть камеры кругового обзора, вентиляция кресел и до 9 подушек безопасности. В общем, топовые версии брутального внедорожника нафаршированы очень неплохо. Для некоторых рынков предложат бензиновую турбочетвёрку, но в основе гаммы дизели объёмом 2 и 3 литра. Мощность их всё ещё не объявлена. А самое интересное — это два варианта полного привода. Жёстко подключаемый парт-тайм или постоянный полный с дифференциалом. Понижающая передача есть всегда, а за блокировку заднего дифференциала нужно доплачивать. Добавим, что выпускаются Эвересты в Таиланде, где продажи начнутся во втором полугодии. А дальше — почти всё южное полушарие. Австралия, Африка плюс Индия и Китай.